Большое событие в лицах. Специально к ТУМ-сессиям наш телеканал подготовил серию репортажей на службе у народа. Сегодняшний сюжет посвящен депутату СМБ Ли Нан-На. Она уже более 10 лет занимается развитием среды и услуг для пожилых людей. Как обеспечить комфортную жизнь этой категории населения в материале прямо сейчас. В последнее время Ли Нань-Нань активно изучает работу домов-престарелых в городе Нань-Тун провинции Дзян-Су. Депутат является профессионалом в области обслуживания пожилого населения. С тех пор, как она была избрана депутатом в СНП в 2018 году, она занималась подготовкой персонала, который умеет заботиться о людях преклонного возраста. Проблем в этой отрасли пока предостаточно. Зарплата медсестер в больнице более чем в два раза выше, чем у нас. У нас здесь много пожилых людей, но очень мало сотрудников для ухода и почти нет людей моложе 50 лет. Мои друзья тоже хотят заработать, но они отказываются работать в нашей пенсионной индустрии. У Ли Нань-Нань с детства были глубокие отношения с бабушкой. Сначала она работала медсестрой в больнице, но потом уволилась и решила устроиться в местное учреждение по уходу за пожилыми, сделав карьеру от младшего персонала до руководителя. Вместе с этим более 10 лет Ли Нань-Нань активно выражала свое мнение по разным вопросам, делая акцент на проблеме подготовки кадров. После своего избрания депутатом в СНП, женщина выдвинула предложение по увеличению численности медперсонала для пожилых и необходимости сертификата соответствующей квалификации. Она надеется, что эти предложения помогут развитию всей отрасли ухода за людьми преклонного возраста. Я думаю, что обществу не хватает качественной индустрии ухода за пенсионерами. Поэтому я предложила восстановить квалификационный сертификат медсестры по уходу. Этой отрасли нужно больше специалистов, которые прошли соответствующее обучение и подготовку. Мы должны дать обществу сигнал, что не каждый может взяться за эту работу. После того, как это предложение было выдвинуто, его довольно быстро удалось реализовать в Наньтуне. В 2019 году там была восстановлена система сдачи экзаменов на квалификационный сертификат медсестры. На этом депутат не остановилась и предложила предоставлять ежемесячные субсидии лицам, которые занимаются уходом за пожилыми. Сейчас субсидии предоставляют во многих городах в зависимости от срока уплаты взносов на социальное страхование. В городе Наньтун медперсонал, который платит годовые взносы на социальное страхование, получает субсидию в размере 300 юаней в месяц от правительства. Размер этой выплаты увеличивается из года в год. Одна бедсестра рассказала мне, что в этом году она получила более 7 тысяч юаней субсидий. Думаю, это неплохая поддержка. Ли Наньнань говорит, что в области ухода за пожилыми есть и другие трудности, кроме зарплат. Например, отсутствие чётких каналов продвижения по службе для сотрудников. Придя на работу в дом престарелых, человек хотел бы сдать такой экзамен, чтобы затем при желании он смог трудоустроиться в государственную больницу. Но ограничения для нас очень высоки. Требуется опыт работы в больнице второй степени или выше. А навыки, полученные в домах престарелых, не признаются. Я спросила наших студентов младших курсов, никто всерьёз не рассматривает работу здесь. Как привлекать в отрасль талантливых специалистов и повышать качество обслуживания пожилых людей? Этот вопрос часто становится главной темой разговоров Ли Наньнань со своими коллегами из других провинций в формате видеоконференции. Она также активно посещает местные органы власти в разных регионах, чтобы больше узнать о том, как там обстоят дела с уходом за людьми преклонного возраста. Сейчас многие дома престарелых и санаторий работают в формате частных заведений, которые сильно отличаются от наших традиционных полениц, школ и других государственных учреждений. Решение этой проблемы касается разных аспектов. В прошлом наша отрасль была относительно небольшой, работников было мало. Но в настоящий момент индустрия обслуживания пенсионеров быстро развивается по всей стране. В этой сфере работают сотни тысяч человек. Поэтому необходима единая система. Одно из главных предложений, сделанных в этом году, создать канал продвижения по службе в наших домах престарелых. Я бы рекомендовала сформировать единый стандарт для них. Если медперсонал получает соответствующую квалификацию, то он получает определенное медицинское звание, и его зарплата растет. Таким образом люди смогут продолжать работать в данной индустрии. По словам Ли Наньнань, в Китае существует огромный спрос на качественные услуги по уходу за пожилыми людьми, и предложение за ним не поспевает. Чтобы развивать это дело, необходимо активнее привлекать молодых людей и предоставить им больше возможностей проявить себя здесь и дать хороший старт карьере. Именно так и звучит очередная цель Ли Наньнань как депутата в СНП. Продолжение следует...